здравствуйте дорогие товарищи по цеху если вы посмотрели прошлое видео о инструменте всех времен и народов который помогает нам видеть в кромешной тьме который помогает выделять объекты брать их фокус среди массы других который помогает нашему слуху нашим микрофоном нашим мозгам в конце концов выделять самое главное среди огромного шума огромного количества информации то ответ сейчас для вас эта коробочка на ней стоял адрес отправления средняя общеобразовательная школа 1975 год над входом этой школы была вот такая вот табличка был вот такой плакат и каждый день входя или выходя из школы мы его видели ужасно надоевшая нам вещь она утомила всех кроме того там висел еще вот такой плакат тоже белым по красному и он тоже нам надоел всем но со временем оказалось так что знание сила это то что нам помогает видеть в кромешной тьме это то что нам помогает среди массы различного информационного мусора выбирать главное то что помогает нам не вестись на чьи-то мнение а составлять свое собственное мнение а еще лучше не торопиться со своим собственным мнением а постараться понять мир мир фактов в его развитии в его логичным последовательном движении в своем диалектическом состоянии диалектика гегель плюс-минус день-ночь тезис антитезис синтезис совмещение противоположности синтеза хорошо знание сила кстати учиться учиться еще раз учиться а вот если так прочесть учиться учиться еще раз учить я вспомнил нашего профессора шварца в институте теперь это все называется университетами мы механики человек 200 целый поток а то и больше шестеренки сопротивление материалов и прочие такие основательные вещи и совершенно гениальный преподаватель который мог объяснить все потому что он сам все знал прекрасно а если уж он знал прекрасно то мог объяснить он однажды сказал слушайте ребята ну я я вам десять раз вот это объяснил по всякому я уже сам понял а у вас еще есть вопросы ну давайте разбираться то есть учить самому полезно так вот я вспомнил то как он нам объяснил нам теорию Эйнштейна но представляете теория Эйнштейна релятивистская там какой-то е равно mc квадрат что это такое вообще это что-то для небожителей совершенно простая вещь лекция началась так этот человек великолепным аккуратненьком черном костюмчики он всегда начинал лекцию в этом идеально чистом костюме а заканчивал весь в милу белый как снеговик он заводился от своих формул от рассказов это был отдельный концерт и мы ожидали увидеть очередной концерт профессора шварца но приоткрылась дверь на кафедру с которой он вел и читал эти лекции он появился и сказал ребята времени нет и ушел наверное ему что-то нужно сделать у него нет времени сейчас он наверное вернется давайте подождем некоторые умные из нас а такие были задумались так в этом же в общем то и смысл и когда он появился назад через несколько минут он спросил ну как все поняли некоторые ребята сказали да он сказал объясните и кто-то сказал время категория абстрактная мы ее выдумали мы ее не можем потрогать совершенно не материальный объект он здесь он абстрактный существуют изменения например вот эта стрелочка вот в этом приборе который называется через часы совершает вот такое движение вот когда она совершила вот такое движение то вот этот предмет сделал вот так столько-то раз это относительно этого сделала столько-то раз если все одновременно будет быстрее и это и это то внутри этой системы одно относительно другого будет стабильно то есть столько же функций сердца пройдет за такую-то оборот стрелки часов правильно а остальное математическое описание давайте разбираться пойдемте к деталям и там появились как раз уже детали о скорости света о массе как энергии и так далее и так далее и оказалось что все это безумно просто и объяснить это может в принципе приличный школьник и понятие объяснить то что один человек собрал другой завсегда разломать сумеет алинове но стра алис что означает если один человек построил другой завсегда разобрать может так прежний барин говорил большой был просветитель да а закончил он лекцию такой простой вещи у нас было пару ребят великолепных спортсменов чемпионы всего и поэтому и держали в институте как гордость университета но конечно и мне когда было заниматься такими тонкими вещами но они часто присутствовали он в конце уходя все-таки для них дал и для них у него была посылочка он показал пальцем ребята поняли нет скажите три волоса на голове это много нет а в супе и он ушел вот так вот мы поняли теорию относительности так вот это то что я хотел рассказать сегодня это то что я хочу пожелать нам всем для того чтобы среди моря различного шума и мусора мы могли отличать то главное что откопать не всегда легко в наше время то что помогает нам найти путь в самой кромешной тьме и то чем мы можем помочь другим до свидания всего вам самого-самого доброго с вами был капсуль дэчман аудио и Продолжение следует...